что еще вам денег возьмите что вам тоже нужно возьмите пожалуйста простите тут просто 2019 я уже неделю раздаю всем деньги да вот вам пожалуйста мдс так это коммуналка вот на бензин подождите минутку я сейчас за кредитом схожу и вернусь я быстро но вы не подумайте что я жалую зато и совершенно бесплатно собрала валежник я уже не говорю о том что минимальный размер оплаты труда вырос на 117 рублей 117 рублей это же можно доехать за зарплатой до работы и вернуться домой что принесет нам новый 2019 год спрашивали мы совсем недавно оказалось что это 117 рублей и вязанка дров причем парадокс но в россии если у вас минимальный размер оплаты труда то вам даже повезло он хотя бы постоянно растет зарплата же всех остальных людей вот какая была такая осталась уже наверное лет 5 причем 117 это не так мало например состояние российских долларовых миллиардеров за прошлый год выросла всего на 25 миллиардов долларов то есть понимаете у них всего на 25 а у вас на 117 чувствуете разницу да так что и нечего жаловаться брод у нас кстати 11 тысяч рублей то есть вырос он в этом году примерно на один процент и это в тот момент когда только ндс вырос на 2 это в каком-то смысле правильное решение зачем давать бюджет никому эти шальные деньги мы же знаем на что они их потратят вот эти вот жиры белки и углеводы вот и все на что способна их фантазия причем все это питание очень дешевая нездоровая и чаще даже вредная а государство на этот мрот тратит миллиарды а главное если бы они эти деньги хотя бы копили а им сколько не дай 1111 211 218 все равно все спустят в первый же месяц а ведь если действительно поднять мрот например раза в два то люди же не смогут тогда развиваться и вот эта медсестра возможно могла бы управлять норильским никелем но нет она останется в этом своем комфорте с этими утками швабрами больничным запахом который не отмывается от тебя сколько бы раз ты не принимала душ мы не должны создавать им эти роскошные условия работы наоборот возможно наши больницы выглядит так плохо чтобы сотрудники стремились уйти оттуда и стать успешными людьми да и больные будут болеть меньше и быстрее чтобы поскорее оттуда смотаться уничтожение больниц это огромный шаг на пути к здоровой и успешной нации деньги надо вкладывать в миллиардеров и друзей путина вот это правильно во-первых они не прожрут эти деньги в первый же день потому что просто не придумали еще еды за 25 миллиардов долларов во-вторых у них выше продолжительность жизни а значит им нужно больше денег чтобы дожить до старости бедные могут и на 117 рублей пожить все равно им осталось недолго ну а в-третьих бедные люди ведь хитрые государство установило для них мрот в 11 тысяч они что делают берут и устраиваются на пол да что там на четверть ставки и получают в итоге три-четыре тысячи и никак не хотят богатеть поэтому с бедностью нужно бороться другими методами есть множество книг о том как это правильно делать джордж оруэлл олдус хаксли нужно изучать эти методики и наше правительство уже начинает работать в этом направлении вот в прошлом году медведев пообещала рост реальных доходов населения аростат подлец такой показал что эти доходы только падают в итоге медведев сменил руководителя ростата и сразу как-то оказалось что мы не просто богатеем сейчас но уже два года назад успешно преодолели кризис сначала динамику ввп за 2016 год ростат оценивал как падение на 0,6 процентов затем пересчитал этот показатель до минус 0 2 процентов а в итоге установил рост рост на 0 3 процента вот это я понимаю экономическая политика всего одно кадровое решение а какая сразу эффективность поэтому в 2019 я уверена мы начнем лучше жить не только в этом году но и в далеком прошлом наступает новое время в котором мы точно сможем понять что раньше мы жили просто отлично такая неделя такие новости с вами была марина мизинова подписывайтесь на наш канал а также пожалуйста не забывайте нам ставить лайки под роликом спасибо что смотрите нас всем пока увидимся через неделю с рождеством вас